Добрый день! У эфиры информационный выпуск телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Сегодня у Гомеля узнагородили переможца у областного огляду конкурсу на лепшую организацию идеологичной работы у прационных коллективах. Дипломы отримали представники 33 предприемства и установ. Селета конкурс пройшел в 11 раз. Причем, если ранее вызначали только переможцев, то сейчас у каждой номинации узнагородживаются три лепшие коллективы. Организаторы тлумачат это по величинам количества установочных прикладов по организации идеологичной работы на предприемствах и в установах Гомельской области. Головная задача – мобилизация людей на реализацию бягучих и стратегичных задач социально-экономического развития державы с уликами иснуючих реалей. На сегодняшний день роль идеолога актуальна как никогда. Это прежде всего потому, что жизнь сегодня не стоит на месте. Информационное пространство развивается, запросы населения растут. Поэтому задача, которая сегодня стоит перед идеологами области – это прежде всего настроение в трудовых коллективах. Это настроение человека, человека труда. Республиканский Новоково-доследший институт радиологии отзначил свое 30-ти годзе. После Чарнобыльской катастрофы эта установа была одной из первых в Беларуси, где начали профессийно заниматься пытаниями радиоцинной безопасности. Алексей Церос устрелся с юбилярами. В час заснования в червяне 1986-го Институт радиологии назывался Беларусским филиалом Всесоюзного Новоково-доследшего института сельско-господаршей радиологии и экологии. В сучасный будинок новоковцы переехали в 94-м. До этого установа находилась на улице Барыкина. Тогда выбирать не приходилось. Необходно было терминово браться за справу. В 1986-м году не только по Гомеле, в всей Беларуси не было практически ни одного наукового коллектива, где бы занимались пытаниями радиологии, радиообиологии, радиоцинной медицины. Первые специалисты с опытом ликвидации радиоцинных аварий приехали сюда из России. На этом стенде фотоземки того часа. Так все начиналось. Разом с кадрами, до речи, у Гомель тогда привезли и специальное обслуживание, якого в Беларуси так само не было. Это позволило створить базу для науковых доследований по разных накерунках. Пропоновывали добавки для живел, які дозволяли отремливать божь чистым молоком. Распроцовывали методики возначения щельности заборудживания бесконтактным способом. Вывучали, які культуры и на яких хлебах можно выросшивать без шкоды для здоровья. На поставе отременных дадзинах распроцовывали рекомендации по удосконаливанию технологии в творчестве сельскохсподачи продукции. По великим рахунку, у тем, что сегодня у потерпелых районах кажуть об развитии, а не выживании, заслуга у темнику и супрацовнику Института радиологии. С деятельностью установки связываются и планы на перспективу. Самое главное – это выходить на вопросы реабилитации, чтобы эта земля возрождалась. Возрождение районов Хойники, Брайн, Наровли, пострадавших. Так, чтобы вот эти земли, чтобы они наполнялись жизнью. Я вот вижу это так. Институт радиологии – один из распроцовщиков концепции державной программы по передоливанию наступства катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Сирот опошних распроцовок – специальное программное забеспечение, какое дозволяя робить прогноз ситуации на конкретной территории. Плюс доследование таких трансурановых элементов, как америца и прутоний. У Вогули только за опошние пять годов у Института радиологии укоранили больше 60 науково-доследших распроцовок поведения в творчестве на потерпелых территориях. В рамках государственной чернобыльской программы реализуется ряд специальных инновационных проектов, которые направлены на создание новых производств в сфере агропромышленного комплекса, создание новых рабочих мест. Институт ведет научное сопровождение данных проектов. Специалисты Института активно внедряют те наработки, которые в Институте накоплены за три десятилетия. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Субботние телефонные линии мясовых органов УЛАДы протягивают свою работу. Завтра пытанье можно задать намеснику старшине Аблы Конкаму Владимиру Владимировичу Горбачеву. Промая линия будет працавать с 9 ранец и до 12 годин. Нумер телефона у Гомели – 75 12 37. Параллельно промую линию проведе перший намесник старшине Гомельского городского выканаучего комитета Павел Яугенович Паулов. Звонков от ЖИХАРОУ областного центра чекают по номеру 75 19 84. Як завсёды по субботах, промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы Конкамах. Захавать память об Великой Айчинной войне и не дозволить перайначивать историю. Такие меты ставят перед собой удельники навуково-практичной конференции, якая пройшла у Гомели. У областной библиотецы имя Ленина собрались и представники Гомельского облаконкама, Национальной академии наук Беларуси, установ высшейшей адукации и культуры. На переда дни 75-ти годзе початку Великой Айчинной войны, яны в черговый раз узнимают актуальные проблемы, доследование одного из самых тяжких передов у истории Беларуси. Среду дельников не только аутеритетные навуковцы, али студенты, яким таксама пропоновали выступить с докладами. Сирот тем, які обмерковують, хронология боев за Гомель, покарання мирного насельництва, партизанский рух. В преддверии 22 июня проведение такой конференции – это отдать дань уважения нашим людям, отцам, дедам, которые воевали. Мэтца вотчая, што значыць на пауголасу. Выстава под такой назвой открылась у картинной галереи Вашчанки. Это юбилейная 10-я персональная экспозиция Натальи Табушевой. В этом году Мастачка цвяткует и инший юбилей – свое 30-ти годзе. Меж тем, у творчим багажей уже больше, как 40 выстав и пленеров, поспеховый удел в международных конкурсах. Кроме того, Наталья в 2011 году отримала подяку администра культуры Республики Беларусь. Такие насыщенные мастацкие и прационные шляхы связаны с тем, что Наталья малюе снароджение, а маль с двух месяцев. Алисе не она отдае перевагу портретным полотнам с натуры, а так само натюрмортам и сюжетным композициям. Усе картины объедновывая колеровое рашение, насыщенные фарбы, контраст и колористичные акценты. Картина любого художника – это его темперамент и внутренний мир. Поэтому я бежу так, как мне Бог даровал, и что тут выбирать. На выставе представлены опошние – самая свежая картины Натальи. Оценить мастерство в Мастачке можно до 26 червеня у картинной галереи Вашчанки. Сегодня у программе «Добрый вечер, Гомель» вас чекает встреча с выкладчицей Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны, литература-знавцей Натальей Сусловой. «Кали тебе нема у интернете, тебе нема на угол». Так выказал свою думку про распаусюджывание сучасных информационных технологий американский предприниматель Билл Гейтс. Электронная информационная сетка уплывая сегодня бадай на кожный бок нашего життя. Утым лику и на мовную творчасть. Зъявился навод особный напрямок развития сучасной литературы так званая сетковая литература, якая иснует только на просторах интернета. Что это такое? Чем сетковая литература отразняется от традицийной? Про это кандидат филологичных навук, доцент кафедры русской и сусветной литературы ГДУ имя Франциска Скарыны Наталья Суслова расскажет по часу встречи с ведущим Сергеем Краснобородом у программе «Добрый вечер, Гомель» сёня у 19.30 на канале «Беларусь4». Стали вядомы переможцы открытого теннисного турниру «Золотый резерв», який отбывся у Гомели. За узнагороды змагалися юные спортсмены у двух узростовых категориях до 8 и до 10 годов. Спаборництвы проходили на кортах областного центра Олимпийского резерву по теннисе. У дельники, а их было около 50 человек, мясцовые выхованцы. «Золотый резерв» – турнир традицины. Для маленьких спортсменов спаборництвы за усёды свята. Яны только починают свой спортивный шлях. Техничный арсенал теннисистов упакуль не самый широкий. Однако градус братьбы на кортах от этого не изменшается. У финале спаборництва у сиротхлопчыков узростам до 8 годов Станислав Бульбянкоу – перемог Глеба Самуся. У девчонок мацнейшей была Амина Гаршунова. У расшающим матчей ее соперницей была у Ладислава Лапицкая. У финальным матчей турниру сиротхлопчыков во узростовой категории до 10 годов у Севалат Цхай обыграл Александра Удавенко. Сирот девчонок на высшейшую ступень пьедесталу «Гонору» поднялась Дарья Сибелева. У финале яна перемогла Марию Шарапову. Они, может быть, еще чего-то не умеют, но у них такие эмоции, они настолько нацелены на победу, на выигрыш. Просто очень интересно смотреть, потому что они уже как маленькие профессионалы. Гэты, а так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин